Итак, абсолютно упругий удар. В абсолютно упругом ударе у нас имеет место сохранение энергии и сохранение импульса. Мы запишемся к конскранению импульса. Это m1 v0 равно m1 v1 плюс m2 v2. Я буду считать, что все движение у нас направлено вправо по оси. Скоростью после ударения у нас будет v1, и, соответственно, у первого тела будет v1, а у второго тела будет v2. Закон сохранения энергии m1 v0 квадрат пополам равно m1 v1 квадрат пополам плюс m2 v2 квадрат пополам. Здесь мы имеем возможность сократить двойки. И дальше будем решать такую систему. Для решения, например, разделим первое уравнение на m1. Разделим первое уравнение на m1. Выразим v1 и подставим во второе уравнение. Из первого уравнение будет v0 равно v1 плюс m2 на m1 v2. Из второго, второе тоже разделим на m1, получим v0 квадрат равно v1 квадрат плюс m2 на m1 v2 квадрат. Выражаем v1 и подставляем сюда. v0 квадрат равно v0 квадрат равно v0 квадрат. v2 квадрат минус 2v0 v2 m2 делить на m1 плюс m2 квадрат на m1 квадрат v2 квадрат. Это мы имеем v1 в квадрате. И плюс еще m2 делить на m1 v2 квадрат. v0 квадрат взаимно уничтожается. Данное уравнение, значит, с левой стороны у нас 0, имеет следующее возможное решение. Первый случай, когда v2 равно 0. Вот, как видите, первый случай v2 равно 0. Но это тривиальное решение, оно соответствует, на самом деле, первому моменту, когда у нас тело налетает, то есть первое тело налетает на второе, а второе тело покоится. То есть случай v2 равно 0 нас не особо интересует, потому что при v2 равном 0 исчезает первый член, и v0 просто равно v1. Это случай до соударения. Теперь случай после соударения. Сократим это все на v2, перепишем уравнение. Мы можем сократить на v2 и сократить на m2 к m1. Получим 2v с 0, с минусом, плюс m2 к m1 плюс 1 на v2 равно 0. Переносим 2v с 0 в правую часть и делим на вот это отношение. Отсюда получается v2 равно 2v0 делить на 1 плюс m2 на m1. или же, если убрать трехэтажную дробь, получим 2m1 v с 0 делить на m1 плюс m2. Подстановка полученного выражения первую формулу даст нам выражение для v1. Вот у нас v1, v1 равно v0 минус m2 на m1, v2. И мы получим v0 минус 2m2 v0 на m1 плюс m2. Ну и после приведения к общему знаменателю получим v0 на m1 плюс m2. А сверху будет m1 минус m2. m1 минус m2. Таким образом мы нашли скорость этих двух шариков после создарения. И таким образом задача об абсолютно упругом ударе решена. Чуть чуточку более сложным вариантом будет рассмотреть движение, когда создарение шаров является нецентральным. При этом появятся компоненты скорости. Я просто нарисую картинку. Появятся компоненты скорости под углом. При нецентральном сударении шары будут разлетаться. И у них будет скорость v1, v2. При этом эти уравнения, второе уравнение сохранится. А первое уравнение нужно будет записать уже не в скалярной форме в проекции на одну ось, а в векторной, в проекциях на ось, ну, например, совпадающая с начальным направлением полета, и какую-то перпендикулярную ось y. Теперь мы рассмотрели соударение шаров, например, абсолютно неупругого и абсолютно упругого удар. Продолжение следует...